Вы ждали, вы писали под каждым нашим видео, вы требовали, вы отправляли письма с угрозами, вы сталкерили нас с этими просьбами, и вот, наконец-то, впервые за 8 месяцев, долгожданное продолжение незабываемой, сногсшибательной, самой любимой и основной рубрики на этом канале. Взгляда откуда? Сверху! Наложи здесь эффектов, я знаю, что ты не будешь. Да, конечно, обязательно. Только эффектов не хватает. Короче, безусловно, давно вы нас не видели, но все еще осталось парочка вещей, которые нам необходимо вам рассказать, чтобы вы точно могли спокойно смотреть компанию MyRite. Что же так прям, ну, нельзя. Что так нельзя? Ну, дай, реально. Компанию смотреть. Непонятно, непонятно. Непонятно. Так, давайте повторим, бля, каратенчико, каратенчико, на чем мы остановились? Значит, партия съездила в пустоши, убила там дракона, разобралась с демонами, вернулась с куском меча, и на подходе к городу такая, о, девочка сорочка. Взяли сору к себе, сходили с ней к дварфам, ну, к гильдии воров по ее наводке. И мне понравилось, что дварф им предлагают, а они такие, мы не будем строить туннель в Дургадур, мы лучше слетаем в драконию. Да. Итак, лютое трио полетело в драконию. Где вступает у нас кто? Кайрон. Пу-пу-пу-пу-пу-пу! Ра-та-та-та-та-та! Вот, но справедливости, ради, до перехода в драконию они еще съездили в имон, и там попробовали договориться с гильдией воров, там выяснили, что украли кольцо гнева, и это совсем не всплывет в компании, в в-50 каком-то там выпуске. Так это было кольцо? Да, это было кольцо, кольцо. А, тебя просто не было, но мы-то поняли, вдвоем, за столом, втроем, втроем за столом. Да, кто там только был. Вот, на соответствии, что вы перенеслись в драконию? Что там было, Максим? Ну что, там Кайрон сначала пытался натравить на них стражников, чтобы проверить, насколько они умелые ребята и могут ему помочь в его деле, а ему нужно было убить военачальника в драконии как раз одного жительства. Хератака, блядь. Вот это вот, ну, типа норм, а Ланус это пиздец. Чел, хератак был вообще не норм. Окей. Мы ржали же с него. Окей. С Хератака. Вот. Ну, там эта история в итоге не получилась, потому что, ну, просто потому что. Вот. И Кайрон просто прибился, рассказав им просто, что он от них хочет, и что ему нужно в принципе по жизни сделать. Правда, открывает все дороги, но, как бы, вы же собирались куда? В Брэдвест. Чтобы, ну, Сора хотела разобраться с магией, а вам там тоже что-то надо было. Про опысл первых вы хотели узнать? Короче, нам что-то надо было, да. С магией нам надо было что-то. Короче, было много вопросов про магию, поэтому куда идти с магией, если не в драконию? Поэтому туда они и направились. Но, чтобы попасть в Брэдвест, как, возможно, кто-то из вас знает, мало вероятно, что много кто, просто так, короче, туда не пускают. Чтобы туда попасть, необходимо как минимум, как минимум один браслет. Да, чтобы тебе нужен один. Браслет какого-то из, соответственно, ну, цветов дракона рожденных. То есть, либо пять металлических, либо три доступных этих цветных. Синий, зеленый или белый. И, ну, чтобы это сделать, чтобы попасть в Брэдвест, наконец-то познакомиться с Гилей. Ребята там сначала получили бронзовый браслет, сразившись. Сначала зеленый, рассказав секретики всякие разные. Потом бронзовый, убив несколько бодоков, так, конкретно двух. И, таким образом, смотри, ну, раз можно два собрать, значит, два мы и соберем. Прошли после этого в Брэдвест, а там у нас кто, наконец-то? Гиля. Есс. Который сначала представился какой-то просто секретарш и такой, ну, вот, я вас провожу, то-то-то. А потом такой, хоп, а это я, Гильермус. Закшелеми. Гиля. И музыка из Джорджи начинает играть. Нет? Ну, смотрел. Ну, и пожалуйста. Короче, и Гиля такая ехидная морда на то время и предлагает им сразиться с великаном. Помните Морозного великана? Он не предлагал. Он просто такой, ща, 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 постойте тут. Да, да. Ща все будет. Мы стоим, а потом... Там, да, там, типа, испытания, вы пройдете его испытания. Вам надо найти камень в комнате, в комнате, а этой комнаты потом, глядь, как-то... Что это вообще за заклинание? Это... было... прошлым летом, я не помню. Короче, какая-то залупа получилась. Короче, мы в комнате были, и нам, типа, надо было найти бриллиант. И потом мы такие только начинаем это делать, все пропадает, мы посредине арены и сражаемся с великаном. Нахуя. Внутри которого камень? Да, внутри которого камень. Который вновь просто скармливает его так издевательски. И так, Лютая Трио немного заработала себе имени в драконии. Вот. Ну, соответственно, они это показывают, и Гильермос говорит, там, так, ребята, вы там, сори конкретно, он это говорит, красный дракон рожденный, чернокнижница под Вролзугдорфом, как раз, древним драколичом, которого давным-давно сразили предвестники, в числе которых находится Гильермос. Рэп-гар. Он такой говорит, типа, ребят, вот хотите колечко, оно, вероятно, может быть вон там, там я взял свое. И вообще, ну, там это где? В лесу, где-то в драконии, рядом с... С уйдера. Да, у друидов. И вообще, эти друиды что-то не выходят на связь? Проверьте, что там как. Ну, ребята пришли туда, поговорили с друидами, спустились в эти эльфийские руины, первые эльфийские руины на их памяти. Нашли там мало того, что колечко, так еще и... Жезл. Сука, Жезл, да, измечу. Вот. И сразились первый раз с Элитидом, который просто в итоге свалил оттуда, потому что его чуть не убили. Но колечко они получили. Сора скормила амулет, посвященный Вролзугдорфу, в маленькое озерцо, которое там было. Точно. Да, было такое дело. Вот, ну, чтобы оно забылось, как, по крайней мере, Сора думала. это там где? эльфийские руины. Ёб твою! Блядь! А я при чем, я при чем думал об этом? Я забыл про это. Нет, а я это... А я все помню. Нет, я вспоминал периодически, но у меня не сходилось это. Вот сейчас сошлось. Больной ты, ёб. Вот, Томас получил в это время уровень, связался с отцом при помощи послания, и тот ему сказал кодовое слово, чтобы активировать посох, и посох, и Томас получил, по-моему, на тот момент очень редкий, или сразу же легендарный артефакт. Он очень редкий еще. Да, вот, просто потому, что он сказал спасибо папе. Гнида. Ну, вообще родился таким. Ну, соответственно, после этого вы партии вернулись обратно, и Гильермос такой, ууу, и летит в эльфийских руинах, это звучит не очень хорошо. Давайте к мальчику в подземье и ёбнем их всех. Нет, там по-другому базар был, там в ходе вот этого всего разговора, еще до того, как мы отправились, по-моему, даже, узнается, что Хиротак находится в вулкане, ну, на вулкане, в подземье, вот, и там Гильермос что-то говорит о том, что, типа, вот, идут боевые действия, вроде как, сейчас должны разворачиваться, и Кайрон такой, слушайте, слушайте, а может быть, мы вам за... поможем за награду денежную, в рот? А, это так было, ну, значит, было так, да. И заодно, типа, ну, как бы он, естественно, хотел просто ёбнуть там Хиротака. Ну да. Но так склалось. Ну, как разумеется, они туда прибыли, все в пятером, все в шестером еще. Господи, да, кореш еще живой, мы вообще на месте, вместе с ними. А, и такой, пойдемте искать куб врат, пойдемте искать куб врат, а вы такие, не. Sorry, чел. Да, пока они отдыхали, ну, они пришли в подземье, и там, ну, они планировали идти, накрывать логово черных драконрожденных культистов, поклоняющихся Теомат. Ну, по дороге на их лагерь напал лиловый червь, типа, прорыв под ним такую полость, потом подрыв, ну, боковины, и что лагерь просто упал. Упал. А вниз, ну, похоронив вместе с собой, короче, кучу драконрожденных. Ну, лилового червя вы убили, и литий, который был на нем, вы тоже убили. Пошли дальше. Федь, что дальше было? Мы пришли к деревне, черных драконрожденных, разъебали их. Там бур еще был. Там был бур, кстати, какой-то, непонятный. Вот. И ловушка, потому что вы зашли в их, это, святилище, вы такие, о, прикольно, щит. А щит оказался щитом элитидов, щитом элитидов, и через него элитиды просто долбанули свой психический крик. Оглушили какую-то часть, выползла какая-то черная слизь, короче, много всякой неприятной параши, но и с этим партия тоже справилась. И в целом, с подземьем, они, как они думали на тот момент, справились, и как они думали вплоть до 25-го эпизода, или когда-то. Ну, где-то, да. До какого, 25-го? Ну, я не помню, когда у нас мозг. А, вру, одновременно с этим, Гильермо с командой магов пошел, по-моему, туда отдельно, потерял свое тело, потерял всю команду магов, все они там отъехали просто. Там было две, там было два варианта, либо мы идем, а, либо, короче, там было два варианта, либо мы идем, вот, мы приходим к этим древним руинам, в которые сначала вообще, где был самый первый летит. Да. И продолжаем, как бы, идти туда, куда съебался летит, условно говоря, вниз дальше. Либо мы идем, вот, как раз к Хиротаку. Да. И мы выбрали Хиротака. А с другой стороны, Гильермо взял своих, блядь, не просто отряд магов, он взял деканов факультета, нахуй, по-моему. И они все вместе, там отъехали. И я потом такой, Кирилл, а ведь мы могли выбрать путь с Гильермоем? Кирилл такой, да. Такой, и что бы мы делали? Он такой, ну, я надеялся на Гильермоса. Я такой, а? Но у вас была бы совсем другая там история. Ну, не то, что совсем другая, но, типа, у вас-то получше со спасами интеллекта. Особенно у меня. Ну. У кого лучше? У Барсук, конечно же. А, тогда можно идти, плядь. Реально, реально. Ну, короче, их вы всех победили, ну, и в конце прилетел, соответственно, Гильермос, вы спросите, что с Хиротаком опаленным, а он был под контролем и летит. Он, у него в голове был маленький, но мозг. Пожиратель интеллекта. Да. И вы спросите, связано ли это все с нападением дракона на Алькамбру? Да. Вы долго молчали? Эй, чел, ты геймастер, блядь. По факту, по факту. Геймастер. Не, а как это связано, блядь, фирмон? Ну, то есть, а почему пожиратель? Скажи, покажи, блядь. Ну, там есть определенная машинка такая. На чем остановились? Ну, на том, что вы, ну, Гильермос пришел, навел немного порядок, вытащил пожирателей с Хиротака. И после этого вы вышли, распрощались с Сорой, оставив ее здесь в драконе, распрощались с Кори, который сказал, что в рот это все ебало, не будет больше этим заниматься. Нет, там по-другому было. Но вы с ним посрались? Нет, мы даже, мы не из-за этого разошлись даже. Короче, там же, вот мы с ним посрались из-за Кристины, вот, и подрались. Вот, ну, то есть, все уже как-то к Кори стали не очень относиться, то есть, все вроде как персонажами на мою сторону встали. Да, не, ни хуя. Ну, большинство, по крайней мере, девчонки точно, я сколько уже помню. Не помню. Вот, и там какая-то история была про то, что мы решали, куда нам идти дальше. И вы решили идти не за кубом. Да, мы решили на Альгамбру идти, а Кори такой, ну, идите нахуй тогда, типа, я обиделся. Ну, я плюс-минус это вроде и сказал. Ну, короче, да, с Кори они попрощались, с Сорой они попрощались, и отправились обратно на Альгамбру, чтобы уже заниматься, ну, по сути, спасением семьи Томаса. Но об этом как-то. В следующем выпуске он бу- блять, как- ну он же будет. Да, он будет. Он будет, вот. Раньше, чем через 8 месяцев. Да, а вы ставьте лайки, и подписывайтесь на канал, и, бля, приходите на Твич. Где мне еще это говорить? Вот, долбите колокольчик, и маму любите. Обязательно. До скорых встреч. Колокольчик любите, а маму, типа, ну, я думал, здесь мы порежем. Нет, ладно, не будем. Нет. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok